да прибудут с вами контейнеры в контейнерах с вами варчик приветствую вас на своем канале и сейчас я подробнее расскажу вам про режим на марс 8 апреля сервера будут недоступны с 6 утра мск до 10 утра мск там будет выходить какое-то обновление в 10 часов сервера запустятся а в 12 мск 8 апреля стартует режим на марс заканчивается он 22 апреля ночью в три часа сам режим из себя представляет покатушки на колесниках в космосе по поверхности планеты используя различные скиллы для того чтобы выталкивать из определенных зон соперников для того чтобы накапливать очки пока вы находитесь в зоне которая хорошо ловит какой-то там сигнал типа это весело вы там в космосе там толкаетесь на машинках за прохождение прогрессии в этом режиме можно будет получить 40 контейнеров марсианская порода 4 дня према 600 бон личные резервы облики экипажа кредиты элементы кастомизации теперь про контейнеры марсианская порода их можно залутать 40 штук бесплатно проходя прогрессию в режиме также их можно покупать в прем магазине за деньги в клиенте игры за 100 золота или 10 штук в день доступно за 100 тысяч серебра если у вас много кредитов то вы можете каждый день покупать по 10 штук но 100 тысяч это прям солидная цена но и 100 золота на земле не валяется в этих контейнерах может выпасть прем танк 9 уровня чуфтейн прото рудный барон также там есть еще прем аккаунт кредиты перед боевые инструкции снаряжение и экспериментальное оборудование вероятность что выпадет экспериментальное оборудование 7 с половиной процентов не написано с какой вероятностью будет выпадать 9 уровня прем танк чуфтейн прото рудный барон это копия прем танков в 4201 чуфтейн прото то есть грубо говоря наверное там шанс маленький и это что-то похожее на новогодние контейнеры где вы выбивали золотой вафентрагер то есть этих коробок наверное понадобится много если удача будет не на вашей стороне также в этих контейнерах марсианская порода есть еще 15 процентов шанс что выпадет еще один контейнер который называется редкая руда внутри этого контейнера редкая руда находится прем танки 8 и 9 уровня прем аккаунт золото кредиты свободный опыт личные резервы тематические элементы кастомизации со стопроцентным шансом выпадает золото от 100 до 750 со стопроцентным шансом выпадает свободка от 1000 до 500 тысяч на 500 тысяч свободки это что это вообще кастомизация выпадает с шансом 50 процентов также со стопроцентным шансом падает пару дней прям аккаунта 250 тысяч серебра или лям серебра также есть резервы на опыт и серебро а также шанс выпадения прям танка восьмого и девятого уровня 2,6 процента и прям танки из коробки редкая руда следующие тл-7 это американская пт-шка премиум на девятого уровня чифтейн про то это оригинал рудного барона а рудный барон это копия этого чифтейн про то то есть из первой коробки мы можем получить этого рудного барона а если выпадет еще одна коробка в ней есть шанс получить оригинальный танк премиумный этот тяж британский девятого уровня также объект 703 вариант 2 советский тяж восьмого уровня а мбт американская стэшка восьмого уровня астранрекс тоже американская стэшка type 5 кори японская пт который недавно репаланс нули в скобочках по нерфили бизонт и c45 итальянский тяж с барабаном ну и последний прям танк восьмого уровня это вайпер также еще гарантированно прям танк выпадает сороковой коробки то есть если за 39 коробок нам ничего не выпало то на сороковой гарантированно выпадает прям танк восьмого или девятого уровня если все танки есть будет падать компенсация 5 500 золота за восьмой уровень и 8750 за 9 я так понимаю прям танки повторяться не будут каждый раз будет выпадать тот которого нет и так теперь весь этот объем информации нужно как-то подытожить у нас есть коробки которые можно покупать за серебро золото или за деньги за серебро ограничено 10 штук в день это основные коробки для тех кто будет как на новый год фармить золотую во флют только теперь рудного барона если там шанс малюсенький поскольку шанс рудного барона не написан но я думаю он там наверное малюсень и также есть еще 15 процентов шанс что из первой коробки выпадет вторая где находится основная пачка прим танков шанс выпадения прим танков 2,6 процента процент казалось бы нормальный только прикол в том что это был бы нормальный процент если бы мы покупали коробку из нее сразу мог бы выпасть этот прим танк так нет чтобы выпал этот прим танк нам нужно чтобы еще повезло чтобы выпала коробка с 15 процентным шансом то есть на самом деле если в голове это все переварить то шанс выпадения очень маленький получается поскольку надо что начало чтобы повезло чтобы коробка выпала а потом еще надо чтобы повезло чтобы из этой коробки выпал прим танк с малюсеньким шансом и теперь не удивительно почему мы видим что прим танк выпадает зарантированной 40 коробки они сотой там 50 или вообще там фиг знает где сколько понадобится первых коробок чтобы дойти до гаранта на второй коробке до сороковой это же просто какая-то жесть ну и хочу пожелать здоровья тем кто будет тысячами покупать коробки чтобы выбить рудного барона непонятно зачем то чем люди занимались на новый год выбивая золотую вафлю но с другой стороны я так понимаю прикол еще в том что коробки можно купить за серебро а в наградах также есть еще и крупные суммы серебра из 2 коробки может выпасть 250 тысяч серебра или лям серебра также еще из первой коробки сколько-то серебра может выпасть то есть по сути эти коробки на сколько-то будут окупаться по серебру и видимо придется каждый день покупать по 10 коробок за серебро для начала чтобы хоть немного продвинуться до гаранта на 40 коробки в общем все очень запутанно очень все замудренное и если что-то выпадет до гаранта это будет нереальное везение и сэкономит миллион миллиардов коробок хорошо что у меня серебра много я буду видимо за серебро потихоньку покупать но это не точно у меня все прям танки отсюда есть кроме рудного оборона и тл7 поэтому мне в принципе немного надо мне нужно один раз дойти до гаранта и я свободен поскольку все эти прям танки уже можно было получить некоторые один раз а некоторые несколько раз но тем не менее все эти прям танки более-менее редкие для многих наверное будут интересные поскольку здесь нету какого-то явно плохого прям танка но и добраться до них будет наверно не так уж и легко хотя те у кого есть много серебра могут потихоньку по 10 коробок покупать может что-то там и выпадет плюс еще попутно будет много ресурс усыпаться в общем лес тойдет по пути максимально замудренных усложненных коробок с одной стороны в них основная награда спрятана глубоко за извилистыми всякими дорожками но с другой стороны есть возможность покупать просто там то за золото то за серебро коробки а золото можно в режимах допустим получить за задание или выиграть где-нибудь а серебро просто можно нафармить с одной стороны возникает негодование потому что контейнер в контейнеры еще и небольшой шанс выпадения самого прям танка а потом вспоминаешь о коробке можно просто за серебро купить и понимаешь почему так тут как бы плюс перекрывает минус и выходит что-то средненькое но мне почему-то кажется что за серебро не так уж много можно будет получить до 22 апреля получается у нас всего лишь 14 дней будет и мы сможем за серебро купить 140 контейнеров из этих 140 контейнеров за серебро 15 процентов шанс что выпадет следующий контейнер редкая руда если из 140 контейнеров с 15 процентным шансом на выпадут следующие контейнеры вторые то это будет всего лишь 21 коробка то есть мы за серебро за две недели плюс минус дойдем до середины первого гаранта то есть не так уж и далеко мы скорее всего дойдем и только при большом везении мы за серебро сможем получить главную награду но если везение не произойдет мы просто дойдем до середины первого гаранта и будем там сидеть это все что мы сможем получить за серебро но у нас есть еще 40 контейнеров которые мы можем получить из режима но у него придется играть не факт что это нам понравится или это нам нужно и 40 контейнеров погоду не сыграют поскольку мы за 140 только до середины доходим что дойти до конца нам надо еще 140 а у нас будет еще только 40 еще сверху надо где-то соточку взять то есть получается всеми халявами мы сможем получить примерно 180 контейнеров если все по процентов ровненько будет выпадать до гаранта первого мы не доползем только если повезет если мы еще 7 прем танков по гаранту захочем получить то нам понадобится еще 1960 коробок это если нам будет везти и с 15 процентным шансом вторые контейнеры ровненько будут выпадать ну а 1960 контейнеров по 100 золота этот 196 тысяч золота почти 200 косарей золота 196 тысяч золота это 30 тысяч 576 рублей это за 7 прем танков всего их 8 если первый мы закроем за бесплатные коробки с везением то останется еще 7 прем танков за золото стоит ли 7 прем танков 30 тысяч рублей не знаю только если повезет и вам будут выпадать раньше но везение может не произойти зная эти контейнеры шанс такой небольшой что это чисто повезет не повезет мне в принципе нужен один прям танк за бесплатные контейнеры я почти дойду до первого гаранта если повезет он не выпадет если не повезет добью его золотом получу свой один танк которого мне не хватает поскольку остальные у меня есть в принципе на этом контейнеры для меня и закончится кто там будет получать все танки из этих контейнеров но это жесть короче также еще для тех кто в тарифе игровой набивал 150 боев на танки т-44 100 игровой эти танки списали с ваших аккаунтов и уже начали присылать в полевой почте в игре купоны со скидкой чтобы вы их выкупали те кто накатал 150 боевой боли должны были получить купоны со стопроцентной скидкой но что-то пошло не так и пришли купоны мне допустим пришел 25 процентов скидка разработчики написали что это какой-то косяк они его исправляют когда исправят выйдет какая-то там новость в общем и целом если вам пришел неправильный купон с неправильной скидкой то наверное лучше подождать пока это исправит я допустим должен бесплатно получить этот прям танк т-44 100 игровой поскольку накатал 150 боев поэтому я его не буду брать со скидкой 25 процентов я подожду пока это исправит поэтому держу вас в курсе это такой косяк куда же танки без косяков но надеюсь его в скором времени исправит на этом у меня все пишите свое мнение про контейнеры в комментариях меня лично для получения одного прям танка из контейнеров все устраивает поскольку я почти бесплатно до него дохожу рудный барон меня не интересует вообще меня и на новый год золотой вафентрагер не интересовал зачем мне эти копии танков в стилях я не понимаю я получила новый год обычную вафлю успешно на ней не играю потому что она мне не нужна и не интересно точно так же как и чифтейн прота у меня стоит ванаре он мне не интересен и рудный барон тоже по поводу воффентрагера есть пт-шки поинтересней на десятом уровне поэтому он меня не интересует а на девятом уровне есть прем танки тяжелые интереснее чем чифтейн прота допустим недавно апнутый в 114 поэтому эти танчики просто стоят пылятся и все зачем мне копии получать если меня даже оригинал не заинтересовал вопрос интересный сам бы варчик играть красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачи и пока и